Здравствуйте, меня зовут Григорий Бадин, я инженер информационной безопасности компании Совпрон, и я хочу рассказать вам о преимуществах Next Generation Firewall от фирмы ForcePoint, а также сделать небольшую демонстрацию данного решения. Первое, что хочется сказать, что Next Generation Firewall от ForcePoint является одним из наиболее эффективных фаерволов по критериям обеспечения безопасности. По результатам тестирования авторитетной лаборатории NSS Labs, ForcePoint из года в год попадает в число лидеров, показывая стабильно высокий результат, в то время как его конкуренты часто имеют провалы по данному критерию. Также ForcePoint Next Generation Firewall попадает из года в год в шортлист Гартнера при выборе Next Generation Firewall. Большинство пользователей, которые выбирают ForcePoint, отмечают очень удобный и мультифункциональный сервер управления фаерволами. Перейдем к его демонстрации. Перед вами стартовая страничка так называемого SMC, Secure Management Center, который является сервером управления фаерволами. Слева перед вами список всех активных и подключенных фаерволов. Как видите, большинство из них являются кластерными фаерволами. Хочу заметить, что кластеризация является одним из преимуществ ForcePoint, так как позволяет подключить в кластер ActiveActive до 16 устройств различной производительности платформы, а это может быть облачное, железное, виртуальное решение и версии прошивки, чего нет ни у одного из конкурентов. Отсюда же мы можем переходить к редактированию конфигураций всех фаерволов, а также к редактированию политик, который применит данный фаервол. Посмотрим ее структуру. Политики имеют шаблонную структуру. В качестве аргументов правил могут выступать огромный набор элементов. Это могут быть пользователи, также сетевые элементы. Среди сетевых элементов очень много различных вариантов. Это могут быть как сети, как списки IP-адресов, зоны, на которые мы делим интерфейсы. Это могут быть домены, имена, страны по геолокации, могут быть перемены. С помощью переменных мы можем создавать унифицированные политики, фактически используя одну политику для всех, либо же для большинства наших фаерволов в сети. Также есть вариант создания логических элементов, так называемых регулярных выражений, на основе все тех же сетевых элементов, применяя к ним операции логических операторов и или нет. Также с коробки в SMC идет система продвинутого логирования. Перед вами окно с логами. А также имеется встроенный анализатор логов, который не требует дополнительного лицензирования. Мы можем посмотреть его функционал, например, в виде карты атак, что дает дополнительный функционал, например, для расследования каких-то инцидентов, либо же для анализа событий. Также мы можем это посмотреть в виде статистических таблиц, либо же графиков. Все это дело мы можем выводить в отчеты, которые сохраняются, либо же отправляются на почту в формате PDF, HTML и так далее. СМЦ мы можем подключать в режиме High Mobility и управлять до 2000 устройств. Также с коробки Next Generation Firewallet Forcepoint имеет функционал SD-WAN. Данная фирма начала заниматься SD-WAN задолго до того, как это стало всеобщим трендом и имеет проприетарное название технологии Multilink. Перед вами как раз раздел с демонстрацией SD-WAN каналов. SD-WAN позволяет балансировать трафик между каналами-связями без привязки к физическим линиям и сетевым протоколам. То есть мы строим SD-WAN поверх наших сетевых каналов-связи. Также хочу отметить, что Forcepoint имеет минимальные скрытые затраты. То есть с коробки мы имеем большую часть функционала. Единственное, что дополнительное лицензирование необходимо лишь для облачных сервисов, такие как облачная URL-фильтрация и облачная песочница от фирмы LastLine. Эти две вещи идут с дополнительными лицензиями. Также хочу отметить, что облачная песочница LastLine является одной из лидеров данного рынка. Если у вас возникли вопросы, мы с радостью сможем вам ответить и либо же сделать дополнительную демонстрацию. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok